Приветствую вас, дорогие мои раки! Мы не виделись с вами уже больше года. Благодарю тех, кто всё равно продолжал мне писать, спрашивал, как дела, и ждали снова прогнозов. Не знаю, как часто у нас будет с вами получаться, но сегодня я с вами и с удовольствием сделаю для вас второй прогноз. Давайте спросим у карт. Что ждёт людей под знаком зодиака рак с 20 по 26 марта? Итак, раки. У вас неделя будет посвящена в основном таким бытовым вопросам. То есть никаких потрясений, никаких неприятных моментов вы можете не ждать. В целом сейчас для вас самое время заняться рутинными делами, разгрести завалы, необходимо выкинуть хлам, почистить почту, телефон, удалить всё ненужное, выбросить всё то, что больше не работает, расхламиться, очистить пространство для того, чтобы пришло что-то новое в вашу жизнь. Потому что у многих из вас настал какой-то застой, и что-то не то, как будто бы энергия не движется, стопорится, либо движется медленнее, чем должна. То есть вот такое состояние, что вам нужно немножко расчистить проходы для того, чтобы пришло в вашу жизнь что-то новое. Основная карта как раз-таки вам об этом и говорит. О том, что нужно вам уделить внимание главным вещам. Убрать то, что уже отжило. О, но не людей, кстати говоря, а здесь идёт вопрос о каких-то материальных предметах, о материальных ценностях. То есть вот что-то такое. Всё то, что можно потрогать, и то, что больше не работает. Выкиньте одежду, которая уже непригодна для носки. Всё то, что порвалось, там сто раз заштопанные носки, колготки. Вот это всё выбрасывайте, пожалуйста. Если у вас вот есть что-то из посуды, отколотое, что-то взбитое, выбрасывайте. Если у вас, не знаю, какая-то сломанная бытовая техника, которую вы планируете починить, или непонятно вообще зачем она у вас продолжает лежать и собирать пыль, выбрасывайте. Ну, в крайнем случае продавайте. Можно ещё продавать, как бы тоже как вариант. Продажа чуть-чуть может замедлить ваше расхламление, но если можете что-то продать, продайте. Вот, карта, вторая карта совета говорит всё-таки о том, что вам, знаете, как на этой неделе нужно, даже если вот у вас нет сил, нет энергии, апатия, вам нужно, преодолев это состояние, подняться и начать разгребать завалы. Вот просто через «не могу», через «не хочу» просто начать делать. Не требуйте от себя слишком много, не ставьте себе слишком большие задачи, не пишите себе длинные списки дел. Просто начните потихоньку действовать. Вот по одному предмету беритесь за него и решайте его судьбу. И если вы это сделаете, то вы очень быстро увидите первые дивиденды, то есть первые какие-то победы, первые что-то. Вы очень быстро, вот это неделя такой быстрой кармы. То есть если вы начнёте это делать, что-то новое к вам тоже снова быстро придёт. Вам не нужно будет слишком долго ждать, потому что вы запустите процесс перемен в жизни, вы избавитесь от старого и получите что-то новое. И это тоже что-то материальное. Вот, поэтому такой вам совет карты даёт на этой неделе. У нас с вами младшие арканы, старших арканов нет. Это значит, судьба не перевернётся, ничего такого не произойдёт, что сейчас самое время уделить внимание простым вещам, которые в будущем вам принесут глобальные перемены. А сегодня нужно начать с малого. Желаю вам удачи, поэтому давайте поднимайтесь и действуйте. Сейчас самое время.